15 ноября состоялось награждение победителей тестирования и конкурса стихотворений в рамках Дня грамотности Росатома. На предприятиях проведено тестирование работников, а также организован и с успехом прошел конкурс стихотворений на тему «Когда мы говорим об атомах, язык можно использовать лишь поэтически». На Смоленской АЭС в тестировании приняли участие 135 сотрудников атомной станции и подрядных организаций. Самыми активными оказались секретариат, лаборатория психофизиологического обеспечения, отдел документационного обеспечения. На творческий конкурс свои произведения прислали 65 сотрудников предприятий и концерна. Авторами семи стихотворений были специалисты Смоленской АЭС и Смоленская АЭС-сервис. Несмотря на то, что конкурс проводился внутри отрасли, жюри приняло работу десногорского подростка Александра Безгодова, отметив его за творческий, созидательный интерес к проекту. «За отреченные знания русского языка, показанные на тестировании в день грамотности Русатома награждены. Ведущий специалист секретариата Лариса Прудникова, специалисты отдела документационного обеспечения Людмила Литовченко и Татьяна Ливерова, ведущий психолог ЛПФО Светлана Цыганкова. Диплом Смоленской АЭС, приз от концерна Росэнергатом за стихотворение ОДПСРУ в доме, отмеченная специальной номинацией творческого конкурса, вручены ведущему юрисконсульту общества с ограниченной ответственностью Смоленская АЭС-сервис Марине Терновской. Также был награжден победитель четвертого тура интеллектуальной викторины Смоленской АЭС, атомный эрудит Светлана Волкович, электрослесарь Цеха ТАИ. Этот процесс знания русского языка, он не имеет завершающей какой-то стадии, он перманентен, мы всегда совершенствуемся. Для этого необходимо много читать. Считаю, что необходимо быть очень начитанным. Читать не по книжке в год, а каждый день много. Желательно не только художественную литературу, но и публицистику, и что-то в СМИ можно почитывать. Память тренируется. Человек запоминает правильное построение фраз, слов, правильные знаки припинания. Предлагаю всем работникам атомной станции принять участие в этом тестировании, чтобы посмотреть свои результаты и при необходимости повысить свою грамотность и быть на вершине успеха. Это тоже успех всей нашей станции. Когда на нашей станции работают такие грамотные люди, это говорит о том, что мы впереди, потому что по нашей грамотности оценивается культурный уровень наших работников.